Вот, не ради осуждения, а ради того, чтобы чисто поржать. Читаю инструкцию к использованию. Толстые, прочные, не сгибаются. Срок использования составляет год. Они не боятся воды. Вот на этом сконцентрируйтесь, потому что дальше они будут бояться. Носите их до тех пор, пока внешний вид не ухудшится. Итак, способ применения. Спиртовой салфеткой протрите ваши ногти, а так под кутикулой. Интересная фраза. А так под кутикулой. То есть спиртовой салфеткой ногти надо протереть, а под кутикулой просто протереть. Нанесите клей, прижмите и удалите немедленно лишний клей. Я вот думала, что надо наносить клей именно столько, сколько нужно. То есть если он, он же знаете, он же моментально застывает. Если там излишки потекут, ну ладно, это я уже протираюсь. Дальше еще лучше будет. Инструкция по снятию. Подготовьте емкости масла. Подойдет абсолютно любое, кроме сливочных и растительных. Ну короче, не абсолютно любое. Поддержите пальцы, понимаете? У пальцев стресс. Их нужно поддержать. Причем долго, минут 20-25. Если возникает потребность продержать их дольше, то еще лучше поддерживайте. Никаких болевых движений, потому что пальцы и так в стрессе. Смотрите, если за 25 минут ваша поддержка не помогла, и пальцы все равно в стрессе, продолжайте раз за разом окунать пальцы в горячую воду. В конце нанесите на кожу кутикулы и ногтевой пластины масло. Понимаете? У кутикулы и ногтевой пластины есть кожа. Не используйте их при раздражениях и аллергических реакциях. Вообще накладные ногти, они и существуют, и в том числе для тех людей, у которых аллергия на гель-лак. Не используйте в работе или использовании ацетоносодержащие продукты. Еще раз. Не используйте в работе или использовании ацетоносодержащие продукты. Ну, просто странная фраза. Категорически запрещается использование для фиксации накладных ногтей бытовые или бытовые разновидности клея. Понимаете? Бытовые или бытовые. Ну, что-нибудь одно из двух. Не используйте накладные ногти для работы в огороде и для дачных работ, чтобы избежать возникновения среды для обитания микробов. Вот тут я зависла, тогда длинные ногти тоже не надо делать, потому что то же самое возникнет среда. А потом четверг, пятница и суббота упаковочный пакет светло-розового цвета. Это важно. Серия у нас «Слабые ногти». При этом вначале мы прочитали, что они толстые и крепкие. Так, ну, а про воду тут просто запрещено посещение бани, сауны, бассейна. Вот такой интересный магазин. Еще меня, конечно, сильно поразило масло ручной работы. А вот авоська. Авоська интересный вообще экземпляр. Причем обратите внимание, что просто авоська. Стоит 2,279. А точно такая же, вот фотография, идентичная. Пляжная сумка, она уже стоит 2,699. Вот масло для кутикулы. Прям интересный такой вариант. Но за 4 тысячи рублей. Учтите. 3 миллилитра. Тут, наверное, натуральное эфирное масло. Настоящее. Но в составе я посмотрела. Это тайна. Про масло эфирное. Утаили витамин Е. Ну и самое-то интересное. Нам с девочками понравилось оформление вот этой фотографии. Вопрос к зрителям. Мои девчонки в телеграм-то знают ответ на этот вопрос. А вот на ютубе не знают. Так напишите, пожалуйста, в комментариях, на фоне чего сфотографированы ногти. Это накладные ногти ручной работы, которые стоят 3,547 рублей.